Сын стал совсем неуправляемый, постоянно. С девятого класса дочь была отличницей, а теперь совсем скатилась, связалась со странной компанией. Меня не понимают, контролируют на каждом шагу, считают маленькой. Не разрешают делать то, что я выгляжу, как хочу. Я не управляю. Не будут мне разрешать, я вообще в окно выброшусь. Каждый день десятки песен приходят в Центры психологической помощи. Что происходит с нашими детьми в трудный подростковый возраст и как сделать этот период наиболее безболезненным, слушая нашу инструкцию. Когда ребенок вступает в подростковый возраст, а сегодня это 12-13 лет, у вас, дорогие родители, может сложиться впечатление, что это чадо вам не знакомо, и знакомиться с ним совсем нет желания. И вот это ваша самая главная ошибка. Вы видите, что ребенок начал срывать уроки, огрызается, ведет себя очень жестоко, может быть, со своими близкими, с младшими братьями и сестрами. Это сразу вам говорит о том, что нужно поговорить. Это сигнал родителям о том, что ребенка что-то тревожит. Глядя на свое отражение в зеркале, ваш ребенок чувствует себя совсем взрослым. Но вот парадокс. Его социальный статус дома и в школе никак не меняется. И тогда он начинает вести борьбу за признание своих прав, своей взрослости и самостоятельности. В этом кроется основная причина разгорающегося между вами конфликта. Мелочная опека, чрезмерный контроль за поведением, лишение минимальной свободы самостоятельности провоцирует ребят на крайние меры. Уходы из дома, прогулы, агрессивное поведение и даже бродяжничество. Именно в этом возрасте подростку как никогда нужны друзья. И желательно старшие по возрасту, с которыми он мог бы поделиться своими переживаниями и задать все щекотливые вопросы. И ваша главная родительская задача сделать так, чтобы такими друзьями стали именно вы. Те родители, которые хотят найти общий язык со своими детьми, у них все получается. Нужно лишь немножечко гибкости и поговорить с ребенком именно на равных, как с другом. Тогда ребенок начинает понимать, что вы слышите его. И нравоучения, а тем более физические наказания, никогда ребенку не пойдут в этом возрасте на пользу. В этот период высокого уровня развития достигают все, без исключения, познавательные процессы ребенка, становится возможным обучение подростка самым различным видом практической и умственной деятельности. В подростковом возрасте происходит не только бурное физиологическое развитие ребенка, но также его психическое развитие, интеллектуальное. И, конечно, чем больше у ребенка в этом возрасте увлечений, чем больше интересов каких-то, где он задействован в кружках и разных секциях, тем лучше для самого ребенка. Теплая атмосфера в вашей семье – результат тяжелой и длительной работы. И усилия требуются с обеих сторон. А вам, дорогие дети, хочется сказать, раз вы делаете заявку на взрослые, старайтесь и быть взрослыми. А это, прежде всего, умение владеть своими эмоциями, настроениями, чувствами. Соотносите свои желания со своими возможностями. И, пожалуй, самое главное – учитесь видеть, понимать, а самое главное – любить тех, кто с вами рядом.